здравствуйте продолжаем тестировать зарядную устройство которые прислали мне на обзор и на тесты сегодня это снова три безымянных зарядничка не ожидал что так затянется видео с предыдущими но вот рекомендую если кому интересно посмотреть предыдущие вот с этими автомобильными зарядниками не буду отвлекаться сразу перейдем к тестированию и так вот такое огромное сейчас я про него последнюю очередь расскажу обычная по виду 20 ватт на и еще какое-то обязательно тоже посмотрим начнем значит вот с этого маленького сразу смотрим что у нас здесь сказано в технических характеристиках а здесь у нас написано что на выходе 5 вольт 3 ампера 9 вольт 2,22 ампера соответственно это 20 по 1 упаковочке можно написать но если это соответствует это хорошо и 12 вольт 1,66 значит можно писать что это 20 ватное зарядное устройство подкупает вот это вот рамка очень подкупает это она прям красивенькая да супер есть такие зарядники стали попадаться у которых вот такая рамка но вот видим такие вот царапины они даже не царапины это вот такие вот потертости вот смотрите я беру просто пальцем сейчас вот так вот да и остаются следы вот пластик мне вот такой вот мне не нравится будут всегда следы вот-вот это вот это оно пришло в таком виде к сожалению она вот пришло вот именно в таком виде я думаю что если его так хорошо эксплуатироваться он будет вот все вот таких вот потертостей поэтому вот такое дело да еще пришло одно еще у нас и вот в таком вот виде вот баг это или фича для меня остается загадкой для этого об этом скорее всего что знает поставщик и те кто мне это прислал однако вот мы видим что здесь нет ни следа клея хотя здесь клея быть и не должно оно клеится немножко другим образом но не видно следов того что когда-то это было туда но все равно это приклеено да потому что клеится это по особой технологии не клеим но вот видим что клея нет почему так не знаю об этом стоит задуматься либо это вот так китайцы захотели чтобы посмотрели их зарядник или нет давайте сразу его тестировать да и но смотрите какая история воткнуть то я его воткну но достать его оттуда будет уже вот так вот проблематично и она вывалится и мы беремся за него руками а если это сделает ребенок это будет намного хуже то есть это вот не знаю почему так но может быть китайцы решили таким образом показать на внутренности своего зарядного устройства если уж они решили показать внутренности давайте конечно же на них посмотрим и что мы видим видим что собирается она вручную то есть сидят я не знаю или дети китайские или еще кто-то ну вот видим вот так вот она вручную собирается с неотмытым флюсом с такими соплями со всеми вот этими делами песнями танцами ну как-то изнутри выглядит не как компании бейзис например вот у них внутри все хорошо выглядит я если найду картинку я обязательно вставлю внутренности но здесь вот как-то видно что это сидит человек вручную собирает да но по всем правилам собрано да здесь у нас разделение высокое низкое напряжение но вот все это все равно видно что она сделана руками ну что ж позиционирует она себя как зарядное устройство для iphone быстрое зарядное устройство скорее всего что 20-ваттная на нем будет написано до пришло она без упаковки поэтому я не могу ничего заявлять но судя потому что на нем написано технические характеристики там есть 20 ватт power delivery сейчас проверим тогда как iphone будет ли он быстро заряжаться включаемся в iphone ах ты ну вот что вот как вот я это проверять буду значит сейчас если переключиться на высокое напряжение до на 9 вольт мы видим до переключилась хорошо замечательно работает power delivery здесь работает несомненно и iphone заряжается быстро по протоколу которому положено все хорошо ладно замечательно ну тогда перейдем к синтетическим тестам они необходимы чтобы чтобы какие-нибудь ботаны типа меня потом не предъявили претензии потому что на некоторых пишут 20 ватт а там нет 20 ватт никаких сейчас посмотрим что отображает вот тестер мы например может отобразить может не отобразить нам а да давайте сразу к пульсациям пульсациям так что у нас пульсациями на холостых у нас 42 мили вольта но это уже после кабеля кстати говоря надо бы дать нагрузочку сразу 1 ампер видим вот такие вот кстати о как хорошо видно здесь как отрабатывает модуляция всего этого дела так хорошо ладно 2 ампер 2 ампера кстати говоря да ну вот 80 мили вольт ладно нормально хорошо 80 мили вольт но это это после кабеля как мы выясняли прошлых видео до кабеля пульсации у нас всегда были больше ладно я допускаю допускаю нормально поехали тогда проверим какие протоколы он поддерживает сможет ли залежать заряжать другие устройства нам какие-нибудь так тестер у меня сейчас не захотел сейчас подкинем питание и тогда все будет ну что шаг quick charge 3 версия почему-то до 15 вольт очень интересно вообще power delivery 19 ватт но наверное неправильно пересчитал но это не не столь важно но почему-то quick charge 3 версии до 15 2 вольт но сейчас мы это проверим во первых посмотрим power delivery до работает по фиксу 12 вольт 1,66 ампера да все как написано у нас на нижней части этого самого зарядника 9 вольт 22 соответственно 20 ватт ладно давайте посмотрим ну вот работает ладно хорошо работает а что же у нас power delivery о ли прошу прощения с quick charge 3 версии что там до 15 вольт так ну-ка поднимаем до 15 вольт как там сказано 20 нет не смогло еще раз потихоньку поднимаем 9 12 с лишним 13 14 15 слушайте ну правильно тестер показал чуть больше вот 15 2 до 15 2 заработала но все протокол пропал так и должно быть ладно немножко это странно но она работает и конечно это надо проверить сейчас же прямо на телефоне на практике покажет ли он быструю зарядку до показывает быстрая зарядка быстрая зарядка пошла ну и хорошо а даже turbo ничего себе вот оно как вот смотрите-ка даже charge turbo он ухватил хорошо и iphone заряжается и это заряжается ну собственно осталось только тогда нагрузить посмотреть на как у него там просадка есть нет насколько он просаживается целом то все работает но сборка у него как мы видим такая не очень то и заводская я бы сказал что даже совсем не заводская этого зарядного устройства так уже у меня два с половиной ампера тут поднимем больше ну три ампера держат заявленные заявленные 3 ампера держит даже больше это хорошо дальше пошел гудешь гудешь с него на 3 амперах он гудит сейчас попробую к микрофону поднести в общем как то так ну во всяком случае держит нагрузку ладно вот они 20 ватт попробуем может быть поднять до 4 3 4,7 ампера тоже держит попробуем тогда все то же самое посмотреть при 12 вольтах при работе power delivery так в power delivery тогда поднимемся до 12 вольт есть 12 вольт хорошо будем нагружать где-нибудь до но скольки там 20 ватт на нем написано но 20 есть 20 ватт есть 26 27 30 ватт есть 30 ватт есть хорошо даже без просадки можно подумать что эта просадочка есть на кабеле ладно замечательно 30 ватт работает power delivery замечательно хорошо оставлю тогда его в таком виде пусть он у меня немножечко погреется поработает на 30 ваттах посмотрим что из этого выйдет прошло примерно минут 10 может быть чуть больше видим что практически ничего не произошло но может быть напряжение немножечко просила но вот они 30 ватт эти они остались ладно хорошо зарядное устройство нагрелась до пластик нагрелся до 45 градусов но слишком уж большая нагрузка у меня включена ну 45 это максимально я думаю что самое горячее место это разъемчик металлический ну максимально 47 градусов терпимо она держится может быть из-за того что туда до олова наляпана слишком много которые там вручную появится нет разъем холодные здесь и здесь не такой горячий в общем ладно ладно работает зарядное устройство это неплохо выполняется и функции но вот это дело следы следы будут оставаться да такое вот некрасивая его же еще как-то достать надо чтобы не убила достать надо чтобы не убила да сразу внутрь внутри померяем 60 градусов 67-70 до 70 нагрелась что-то там да ну вот как-то я думаю что при своей мощности там 20 ваттах он не бы не будет так греться ну в общем вот не знаю тут дело за продавцом стоит ли вот как-то или может быть поискать какие-то другие варианты но в целом то на она работает не неплохое но есть вот некоторые вот такие вот два нюанса что собрано она вручную не значит что она там может быть она и долго проработать потому что я снимал там к какое-то время назад вот обзор на вот это зарядное устройство он тоже собрано собрано вручную там все наляпана на там напаяна но тут так хорошо напаяна что вот она работает уже достаточно долгое время наверное уже больше года и она у меня не вынимается из зарядки и им питается все то есть я заряжаюсь там сын заряжается и жена и в общем еще какие-то другие приборы все 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 им может быть и это точно также прослужит но как-то вот что это такое не знаю ладно с этим наверное все следующее зарядное устройство позиционирует себя также как power delivery и юсб обычный двухпортовая очень хоть хочется верить что она будет заряжать два разных устройства одновременно но вот китайцы прислали вот сэмпла ну что это такое вот что это за линия почему то есть что вот как вот так вот здесь вот ну я не знаю но есть намного симпатичнее вот ну как то вот они не знаю не постарались тоже следы остаются дальше сейчас к технические характеристики конечно здесь и написаны но ладно она тоже открыто то есть мы видим что не грамма или клея я не знаю это бак или фича вот от них но либо они они его даже не закрывали может быть они так хотели это сделать не знаю но мне как-то вот не знаю хотелось бы видеть его в то в том виде в котором оно должно работать вот вскрыл бы наверное я его сам с удовольствием ну вот видим что да здесь не следа не следа клея ладно смотрим тогда что у нас внутри собственно тоже чего тут стандартная схема но она вообще сляпана вот и здесь сидел пятиклассник паял ничего не оттирал то есть здесь вот флюс канифоль что тут я не знаю ну флюс флюс да это не канифоль то есть вот тогда он сидел паяльником тыкал тыкал и очень вот на тыкал вот такое вот зарядное устройство оно во всяком случае да но все по правилам туда у нас разделение вот то пара такая большая то есть все у нас как бы хорошо даже на отдельной платке где-то у нас тут есть такая вот вообще хотелось бы в ней разобраться но я так понимаю что цель не стоит понять как она работает то есть мне бы вот эта микросхемка было очень интересно что он тут делает и для чего слишком уж она она слишком многоногая для такого простенького зарядного устройства вот а так в целом ну вот зато оно пришло в разобранном виде по техническим характеристикам сразу поехали смотреть что у нас тут ухты а вот это очень интересно output у нас киси 30 а вот какой мощности не ясно и output чего какого какого из них то есть надо писать китайцы это ошибка это неправильно так так не должно быть ошибки надо исправлять такие второе я так понимаю что это который power delivery до 20 вольт и полутора ампер 30 ватт 30 ватт но давайте пробуем а если мой сяоми покажет turbo ну хорошо будет замечательно втыкаемся быстрая во всяком случае пошла но где turbo turbo не пошло может быть через тайп си пойдет раз они там заявляют быстрая пошла нет но быстрая пошла turbo не пошла соответственно киси там quick charge точно есть сейчас мы все это тестерами померяем но как-то вот ну проверим сейчас проверим проверим начнем конечно тогда вот с этого разъема который так и написан quick charge 3.0 давайте посмотрим может быть там какие-то еще протоколы помимо quick charge тоже могут быть могут быть а могут и не быть но quick charge до 12 вольт turbo точно не будет никакого все этого huawei кстати fcp до 18 ватт и samsung адаптив тоже 18 ватт но 9 вольтовые оба так что так себе бывало и лучше сразу пройдемся тогда по порту type-c попробуем но кисе 20 до 12 вольт там написано было 20 power delivery действительно 30 ватт соответственно скорее всего что там есть 20 вольт сейчас попробуем посмотрим power delivery заходим работает только по фиксу ну ну а действительно 20 вольт полтора ампера хорошо хорошо даже вот 20 вольт до действительно есть но сразу дадим вот тогда полтора ампера так 20 вольт поехали полтора есть было полтора было но они есть есть полтора ампера есть 30 ватт ладно хорошо допустим неплохо переходим сразу тогда к практике скорее всего что раз показала разные значения и power delivery показала до 20 вольт соответственно я полагаю что здесь два раздельных канала и два устройства будут разных устройств будут заряжаться одновременно быстрым способом проверяем во первых на айфоне ну вот почему вот так вот и все уже развалилась развалилась да есть у нас 89 вольт есть полтора ампера хорошо iphone у нас потребляет если сейчас будет быстрая зарядка на моем сяоми то будет у нас два разных канала и это хорошо два разных канала у нас не будет не работает ха-ха-ха очень смешно до быстрая зарядка астта пошла здесь он написал быстрая зарядка включаем второй канал все перезагружается здесь работает 5 вольтовом режиме здесь работает 5 вольтовом режиме два разных устройства одновременно заряжать мы не умеем ну вот и что и вот куда такое зарядное устройство ну кстати говоря iphone быстро не стал заряжаться сейчас если его перезагрузить а нет у меня же кабель дисплеем кабель дисплеем и соответственно до переключилась на быструю зарядку iphone сейчас быстро заряжается ну а мой сяоми еще раз да как только воткнул все пропало все перезагрузилась да ну вот так вот сюда два устройства одновременно разных мы заряжать не умеем поэтому поэтому те 30 ватт которые сейчас я показывал они выдерживают но смысла проверять на каждом из них нет потому что она одновременно не выдаст нам больше чем два по 15 так что вот так 2 по 15 но но видно что отдает так что вот такое вот зарядное устройство да давайте это самое пульсации пульсации вдруг там как это самое что-нибудь с пульсациями пульсации крайне мало что не может не радовать 10 милливольт на холостых 2 ампера 30 милливольт 37 37 милливольт ну нормально 1 ампер также 30 примерно милливольт 3 ампера не выдержала ушло в защиту ну ка еще разочек 3 ампера нет 3 ампера не держит уходит защиту ну вот такое вот зарядное устройство на юсб 3 ампера на обычной не держит а на тайп си держит сейчас я это проверю так тайп си включаем 3 ампера до держит но вот ну просадка на кабеле потому что но может быть до 3 и держит ладно так чтобы это проверить сейчас перри все перри подключил набираем 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 больше 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 3 ампера но вот до 3 ампера выключается да потому что просадочка на кабеле просадка до до 3 ампер держит ну соответственно да на каждый канал по 15 ватт ну вот они получается 30 общее нет смысла проверять каждый по отдельности то есть их вместе по отдельности вместе включенной но по отдельности замерять потому что но не работает месте к сожалению порты не работает но вот такая вот практика так надеюсь что с этим зарядным устройством тоже целиком и полностью разобрались можно сказать что есть и получше и ну вообще плохо когда зачем тогда делать два вот этих вот разных заявлять что у нас тут 20 20 вольта и полтора ампера если это работать не будет если мы сюда воткнем 2 то есть ну вот какой смысл такой вот выпускать вот мне до сих пор понятно что с целью удешевления но как-то вот для меня это все равно до меня это не доходит вот простенькое зарядное устройство нет два и тот же поставщик два пожалуйста канала разные втыкай сюда iphone сюда другой телефон все заряжайся быстро будет зарядиться все здесь такое вот для дома почему-то это невозможно очень плохо вот так так ну и третье зарядное устройство на такой уже серьезная здесь тоже тайп сейта же юсби а пленочки вот это вот вилка достаточно распространенная история такая вот ну как-то мне вот я не знаю защелкивается и мне просто есть чем сравнить есть чем сравнить здесь вроде когда даже и пластик поприятнее вот этого здесь защелкивается как-то это ну ладно может быть я придираюсь может быть я придираюсь хорошо но вот в этом форм-факторе и с такими вилками нормально мне нравится потому что это универсальность до надел сюда любую другую потому что китайцы продают чтобы им ну они удешевляют таким образом свое производство либо можно сразу вот так вот втыкаться либо вот в них переходники ладно перейдем к техническим характеристикам сразу потому что это наиболее интересно в этой модели на входе у нас вот опять output qc 3.0 где какой мощности что у нас такое вот здесь вот мы видим тоже не написано мощность output 2 да и тоже не написано что это два но я так понимаю что это тайп си тайп си 20 вольт 3,25 сотка ампер то есть это 65 ватт это уже интересное да интересное зарядное устройство сейчас я им обязательно займусь но вот сделайте нормально это распишите что это такое ну вот какая мощность это ладно я смогу умножить 20 на 3 но не каждый же может не у каждого есть калькулятор под рукой разные есть граждане я видел в мегафоне но я промолчу ладно кого я видел в мегафоне ну да ладно 65 ватт у нас значит здесь и там qc 3.0 ну не знаю надо все это проверять ладно начнем с его пригодности пригодно ли оно к использованию вообще в принципе потому что он должно заряжать нам два устройства одновременно но для начала давайте посмотрим iphone будет ли он заряжаться вообще iphone да пошел заряжаться ну 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 да переключился на быструю зарядку да быстро и быстрая зарядка есть хорошо берем сяоми какой-нибудь мой что у нас здесь быстрая зарядка только быстрая зарядка turbo нет turbo нет соответственно 20 вольт там тоже нет но при этом здесь работает быстро тут работает быстро говорит уже о том что здесь два разных каналы это уже хорошо два устройства разных одновременно мы сможем заряжать это уже радует сразу смотрим тогда на пульсации вот как то что то вот на холостых что это такое вот как это так 80 милливольт напряжение 5 вольт без нагрузки 80 милливольт ну как-то это многовато то есть давайте вот придется мне наверно кстати говорят пока я тут рассуждаю мы заодно посмотрим сколько держит конденсатор и работа все закончилось ладно конденсатор там есть на выходе но давайте вот так вот вот точно такой же 65 ватные зарядные устройства что у нас пульсациями здесь 10 милливольт 12 милливольт 8 милливольт неплохо неплохо а здесь еще раз смотрим сейчас 50 60 но раз такой разброс пойду я за осциллографом ну вот 70 пойду за осциллографом на нем и и будем мерить тогда так с помощью вот такого переходничка за 1 под нагрузкой померяем так здесь у нас минус распаян у меня на плате хорошо и подоткнемся вот сюда и что же мы увидим ну вот 120 150 ну вот как 100 100 вот 100 148 было вот только что ну что это такое вот как это как называется но как на осциллограмму не смотрите на само она дублируется сейчас это делать не относится несколько раз дублируется но вот что это такое 120 ну вот как-то это самое туда сюда туда сюда в общем и целом так себе так себе показания так как нагрузочкой с нагрузочкой я имею ввиду что они так себе в сравнении с другими так ну давайте сразу три ампера три ампера в лупим ну 250 милливольт 300 милливольт ну нет ну ну не должно быть так ну не должно быть так многовато я бы сказал многовато меня есть чем сравнить ну многовато ладно запомним что при двух при трех амперах у нас кстати ну давайте но при двух при двух ладно хорошо слишком большие шумы вот эти вот до зашкаливает за 270 милливольт ну в общем так себе даже не так себя плохо плохо ладно допустим что в пульсации нас устраивает но не знаю на всяком случае меня не устраивает нет ладно возьмем нагрузочку вот теперь уже в данном случае электронная воткнемся в тестер и будем смотреть где же там наши 20 вольт и что там сколько-то тысяч ампер так а почему на что ничего не заработало наверное потому что конфликтуют конфликтуют скорее всего сюда кабели конфликтуют иногда бывает и так что кабели конфликтуют то есть надо последовательность ладно потому что они 100 ваттные оба есть такое дело бывает триггер за одно power delivery посмотрим что у нас там отобразится ну да есть и pps и по фиксе работает до 20 вольт 3,25 ампера он показывает соответственно 65 ватт ладно давайте на fix сразу 20 вольт есть тогда мы подключаемся сюда здесь сбрасываемся 20 вольт стоит ладно тыкаемся в нагрузку есть включаем и нам надо что нам надо 3,25 ампера но давайте узнаем есть там 65 ватт или нет ну вроде как пока есть 50 так точно есть 50 ватт есть 70 ватт есть ну хорошо при этом ладно хорошо 70 ватт есть интересно при этом будет ли быстро заряжаться телефон какой-нибудь другой но опять таки вот какой смысл ну хорошо быстро он не быстро но в нем нет быстрой зарядки то есть много того turbo turbo то есть все то же самое вот здесь вот допустим да она работает здесь у нас есть turbo а тут у нас turbo нет вот как так быстрая зарядка здесь пошла здесь какая-то беда у произошла нет не срабатывает смотрите какая история одновременно не работает ну вот что такое еще раз значит что у нас 20 вольт здесь а здесь у нас тогда что быстрая зарядка не идет так получается еще раз включая быстро я пошла хорошо дадим немножко нагрузки совсем немножко 1,3 ампера 40 ватт сейчас пробуем переткнуться телефоном значит телефон сейчас ну вот ну что это такое и все и пропало и куда это годится вот снова пошла да ну очень малейшие прикосновения туда-сюда и будет скакать у меня уже было такое зарядное устройство включаешь ноутбук на зарядку подключаешь телефон и он то заряжается что не заряжается один включается другой не включается ну в общем нет это никуда не годится это куда такое баловство она она никуда не нужно еще раз я конечно попробую но я уверен что ничего не произойдет по фиксу так 20 вольт есть хорошо вот они 20 включаемся зарядка вроде бы как пошла вот сейчас вроде бы как быстро идет попробуем добавить ну все да да добавляем все она перезагружается здесь работает тут не работает и я говорю что уже было такое было это старые разработки вот таких вот зарядных устройств которые вот так вот себя ведут к сожалению не знаю до старинные здесь быстро и сейчас не запускается он не перезапускается да да если вот еще раз переткнуться возможно и запустится да вот запустилась но не тур но не турбо вот плохо что не турбо потому что вот давайте возьмем вот для примера просто просто для примера вот самое дешевое какое-то я не знаю непонятные фирмы мы включаемся сюда тем же кабелем сейчас она да она тоже любит подумать один раз парочку раз подумать она любит но она любит charge turbo запустить вот пожалуйста но запустилась charge turbo здесь такое никогда не произойдет в принципе поэтому тогда но вот все же ходят у всех сяоми у все хотят там виде charge и все и все хотят видеть turbo и такого нас с этим зарядным устройством не происходит и не произойдет по наш сработает до 12 вольт от turbo работает как мы выяснили от 15 так что все эти ну и плюс пульсации у этого зарядника вот так надеюсь разобрались да я хотел его разобрать на этого зарядное устройство посмотреть что внутри но надобность такая вот отпала потому что не знаю может быть поставщики предложат что-нибудь еще кроме этого то что всем нравится вообще вот такую форм-фактор вот когда видят прям вовы надо покупать там кула никуула еще какие-то фирмы зозы вот у меня кабели есть я видел и главное чтобы форм форм-фактор такой был но она во всяком случае вот работает а это у нас мы видим что не так работает как хотелось бы вот теперь пожалуй все разобрались с этими тремя зарядными устройствами здесь вроде бы как все работает получается и хорошо и вот такой тканчик но ну куда вот такая вот и замазюканная вот эта вот крышка ну как она затирается здорово вот но зато она работает и собрана но умелыми руками там это тоже умелыми руками собрана с этим с неоттертым флюсом и тут вон паяльником тыканы тыканы видно прямо вот как это самое дети в радиокружке вот я ходил в советском союзе еще радиокружок примерно так же вот ну а здесь мы только что все поняли что она вроде бы как работает но не работает должным образом и у него очень большие пульсации мы это выяснили надеюсь я был полезен и по традиции желаю качественных гаджетов удачных покупок и продаж пока